Ход уборочной кампании, посещение местных праймерис, а также восстановительные работы после прошедшего урагана. Такими оказались основные пункты визита в Яршовский район председателя областной думы Валерия Радаева и депутата Николая Кузнецова. Подробности у Сергея Пономарева. Рабочая поездка Валерия Радаева началась с осмотра полей и встречи с местными хлеборобами. Лучшим комбайнером председатель областной думы лично вручил благодарственные письма за проделанную работу. Мы в общем-то довольны тем, что сегодня выросло на полях Яршовского района. Если говорить по озимым культурам, они конечно неудачны, мы их отбросим, значит все, по ним там особый разговор. А по яровым культурам, да, получилось неплохо. На заседании в администрации Валерий Радаев встретился с главами муниципальных образований Яршовского района. Главной темой обсуждения стало строительство водовода и новой насосной станции. А это в будущем поможет решить проблему обеспечения района питьевой водой. По плану строительство должно закончиться уже в декабре. Это очень важно. Протяженность водовода до Яршова 18 километров. И миллиотхоз опять берет на себя, потому что это еще, наверное, около сотни миллионов рублей будет. Берет на себя и эту миссию сделать. В Яршове Валерий Радаев стал участником праймерис. На предвыборном выступлении председатель областной думы не только представил свою кандидатуру, но и отметил значимость Общероссийского народного фронта. Очень важно, чтобы и от Саратовской области были сегодня эффективные кандидаты в депутаты Государственной думы. Именно в рамках Общероссийского народного фронта нам удается выходить на прямые коммуникации при обсуждении бюджета 2012 года Российской Федерации, бюджета 2012 года Саратовской области. Недавний ураган в Яршове стал по-настоящему стихийным бедствием. К нему, как оказалось, здесь не были готовы. В результате было частично разрушено более ста построек. На встрече с жителями пострадавших домов Валерий Радаев и депутат областной думы от Яршовского района Николай Кузнецов пообещали оказать поддержку. Причем уже в ближайшее время. Сейчас будем работать вместе с муниципалитетом и с областным правительством на предмет поддержки по решению вопросов объектов социальной сферы. Необходимо быстро выделить бюджетный кредит, чтобы действительно мы могли подготовить объекты к учебному году и дабы до дождей решить все эти вопросы. В свою очередь районная администрация уже разработала программу поддержки. В ближайшее время из местного резервного фонда каждой пострадавшей семье будет выделено по 5000 рублей. Сергей Пономарев, Евгений Крылов, Александр Слепынцев, Вести, Саратов.